Дактское самоуправление продолжает реализацию европейского проекта по ревитализации деградированных территорий. Он также предусматривает модернизацию дорожной инфраструктуры, которая необходима для создания привлекательной инвестиционной среды на этой территории. Помогаем и городу тем, что перестраиваем главную улицу, и будет все новое, все красивое, и освещение, и тротуары, и сама улица. Общая длина улицы, которую мы перестраиваем в этом проекте, 1365 метров, и стоимость этих работ полтора миллиона плюс ПВН. Реализация проекта началась с реконструкции улицы Алая с летом 2019 года. Это центральная дорога, вдоль которой находится много коммерческих компаний. При проектировании учитывались пожелания, так сказать, и жителей, и тех территорий, с которыми граничит улица, это согласовывалось, чтобы были все выигрыши. В рамках этого европейского проекта в настоящее время начинаются строительные работы и по ремонту других дорог улиц, расположенных в властях Дактского края. Дороги без черного покрытия, Гранцель, значит, они уже происходят работы. Это дорога Грабова-Малка и дорога Кай-Трауси. До этого, в прошлом году, в конце года завершен проект по дороге в Кианской области по речи Краснополя. Это между двух властей дорога. Как известно, объявленная в стране чрезвычайно-эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы и в реализацию многочисленных проектов. Но, как отметил мэр Дагде Айвер Струлес, работа в рамках этого проекта ведется в соответствии с установленным графиком. Нас предупредили, что, может быть, в связи с этой ситуацией какие-нибудь будут задержки или нехватка рабочих рук. Но на данный момент, буквально недавно в разговоре с ними, они говорили, что все нормально, работа все происходит и рабочих сил хватает. Так что этот проект идет к тому, что он будет завершен в срок. Реконструкция улицы Аллы из Дагды планируется завершить в августе текущего года.